Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу предложить вашему вниманию вот такой поводок для хищника. Как вы видите, он выполнен в форме цепочки с подвижными звеньями, на концах которых находятся вертлюжки с застежкой. Он может быть вот такой толщины и гораздо тоньше. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Пожалуйста, один и второй для сравнения. Как они изготавливаются, я вам сейчас покажу. В процессе я буду объяснять достоинства и недостатки наших поводков. Поводок предназначен для ловли хищника, в частности щуки. Я использую нехром, обычно он продается у нас на рынке, уже 10 метров по диаметру отмотана его. И в зависимости от того, на какую я иду рыбалку, я себе изготавливаю, начиная от 0,1 и заканчивая 0,3. Разрывная нагрузка самого поводка зависит только лишь от самого вертлюжка и застежки, которую мы используем. Я вот беру вот такой вертлюжочек, как его видно. Разрывная нагрузка, его от 4 до 6 килограммов. Продеваю в одно из отверстий, не имеет значения с какой стороны. Заводим заколышек, двойную проволочку, придерживаем, чтобы не соскочило. И одну проволоку обворачиваем вокруг нашего неподвижного колышка. Получается, один конец у меня находится с этой стороны. Вот он, второй конец у нас вернут вокруг колышка. И теперь делаем одинаковое количество оборотов на все звенья и в одну сторону. Для такой проволоки толщины я делаю 5 оборотов вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Как видите, нагрузка у нас нормальная. Больше докручивать нам ничего не нужно. Для удобства, чтобы не оставлять большие концы, я беру вот такой инструмент и начинаю отламывать. Почему не откусывать? Потому что в момент откусывания всегда остаются острые края. И с этой стороны точно так же берем и отламываем. Отломали. Как вы видите, первое звено у нас уже готово. Повторяем операцию точно так же. Только вставляем теперь в край колечко нашей уже образовавшегося звена. надеваем вот так на колышек, обворачиваем вокруг рычажка, придерживаем, чтобы не соскочил. И вот этот свободный конец мы поворачиваем в сторону рычага. Обвернули. Опять точно так же делаем 5 оборотов. Раз, два, три, четыре, пять. Останавливаемся, вводим из зацепления кончик и его отламываем. Отломали. Вот у нас получилось два звена. Они достаточно подвижны. И так же продолжаем дальше. Я сделаю паузу. По завершении с вами встретимся. Вот я уже провязал 12 звеню. Вместе с вертлюжком одним, вертлюжком вторым и с застежкой у нас получится ровно 14-15 сантиметров. Одеваем вот так вертлюжок. Сперва вертлюжок, потом продеваем в колечко нашей цепочки и одеваем на наше приспособление так, как я вам показывал в самом начале. Вертлюжок должен находиться у нас за нашим рычажком. Придержали его пальцем, чтобы он у нас далеко не улетел. Обхватываем. Это немножко такой неприятный момент, как удержать вертлюжочек. Если вертлюжок будет больше по диаметру, будет значительно у нас толще, чем мы используем сейчас, можно спокойно одевать на вращающийся элемент. И начинаем прокручивать. Как вы видите, рычажок находится в таком положении, вертлюжок находится на проволочке. Следим за тем, чтобы они не прихлестнулись. Один оборот. Два оборота. Три. Окончательно. Теперь мы берем, удаляем остатки. Еще раз. И вот наш поводок готов. Толщина проволочки здесь приблизительно 0,2. Если рассматривать его по разрывной нагрузке, только лишь зависит от самого вертлюжка. Сама проволока выдержит у нас разрывную нагрузку порядка. Я обманывать не буду, но ведро воды подымает. Полное. Вот я одел застежечку. И наш поводок готов к рыбалке. Основным минусом, как многие будут говорить, что он светлый, так как он выполнен с нихрома. Нихром спокойно поддается любой окраске. С помощью пропускания через него электрического тока. Или же можете его просто подворонить в кипящем масле. Но проблем я уже пользуюсь вот такими цепочками. Они были лет 20 назад, 30 назад. Очень популярны у нас. Продавались в киосках как украшения. Друг мой подсмотрел, а мы, в принципе-то, это воплотили вдвоем уже в жизнь. Поэтому проверено уже не одними десятилетиями, но больше 10 лет. Один поводок точно служит до тех пор, пока сам вертюжок не пройдет в негодность. Могу сказать только лишь одно. Если использовать качественные вертюжки, то проблем никаких у вас не будет. Желаю вам счастливой рыбалки. Жду ваших комментариев. До свидания. Продолжение следует...